Мы продолжаем нашу программу и следующая серия докладов будет посвящена психологической поддержке и коммуникации с семьей при оказании палеотивной поддержки детям. И наша сегодняшняя секция представлена специалистами благотворительного фонда «Свет в руках», который занимается поддержкой медицинских специалистов и семей в ситуации потери беременности или гибели ребенка. И начну сегодняшнюю секцию я. Меня зовут Никушина Маргарита Михайловна. Я клинический психолог, перинатальный психолог. И в фонде я руковожу направлением взаимодействия с медучреждением. Первый доклад будет посвящен такой непростой, но очень-очень важной теме – сообщение тяжелых новостей. И попробуем сегодня обсудить с вами о том, как это делать правильно и наиболее бережно по отношению к себе и к семье, к своим пациентам. Почему вообще эта тема так важна? Почему, собственно говоря, возникает много сложностей у нас внутренних и внешних при сообщении тяжелых новостей? Прежде всего присутствует некий страх медицинских специалистов. Я помню, как один реаниматолог нам говорил, что во всей его работе это, пожалуй, наиболее сложный момент, наиболее тяжелый момент – это сообщение тяжелых новостей. Некий страх при столкновении с тяжелыми чувствами, с тяжелыми эмоциями пациентов вообще вот с этой ситуацией, такой непростой коммуникации. Может возникать беспокойство, мы можем чувствовать некоторую некомпетентность собственную в навыках общения. Есть ощущение неловкости при проявлении сочувствия, в том числе это может быть связано с некими культурными нашими традициями. Нам не всегда легко действительно проявлять сочувствие. Вообще культура утешения у нас развита своеобразно, так скажем. И часто мы не выдерживаем даже детские слезы, тем более слезы или какие-то бурные реакции, бурные эмоции взрослых людей. Нам хочется в какой-то степени выключить такое эмоциональное напряжение. Также существует такой момент, как желание медицинского специалиста подчинить, как будто бы хочется нивелировать вот эти переживания, хочется защитить своих пациентов от тех страданий, с которыми они сталкиваются. Я помню, как на наших образовательных курсах с медицинскими специалистами при обсуждении вот этого непростого момента сообщения тяжелых новостей врачи спрашивают о том, как сообщить так, чтобы не причинить страдания. Как сообщить родителям, что ребенка какой-то диагноз обнаружен или если происходит сообщение о гибели ребенка или о потере беременности. Как сделать так, чтобы мама не страдала. Правда в том, что этого сделать невозможно. Нет таких слов, которые могут полностью защитить родителей от страданий, от переживаний. Нет таких слов, которые бы убрали эти эмоции. Мы можем только более сгладить, скажем так, и сделать это наиболее бережно. При столкновении с тяжелыми ситуациями, такими как смерть пациента, мы чувствуем собственное бессилие. Нам кажется, что нам не хватает времени, хочется как-то больше времени уделить этому моменту. Или мы фактически понимаем, что у нас есть всего несколько минут, в которые необходимо все сделать максимально хорошо и максимально правильно. Вообще, столкновение со смертью всегда напоминает нам о человеческом уязвимости, о собственном уязвимости. И все, что связано с темой смерти, непременно задевает нас самих так или иначе в той или иной степени. Также мы можем испытывать собственную привязанность к умершему ребенку. Особенно, если у нас с ним сложились какие-то собственные отношения. Длительные отношения. И тогда, конечно, включаются наши личные переживания тоже. И это тоже может быть непросто. То есть одновременно специалисту нужно и контролировать ситуацию, выстраивать эту коммуникацию с родителями, выдерживать эмоции родителей и в тот же момент справляться с собственными эмоциями. И это, конечно, очень простые задачи. Если, к тому же, у нас есть определенный опыт негативный, да, вот этих ответных реакций, например, агрессию со стороны родителей, то, конечно, в нас этот опыт тоже отзывается в такой момент. И, ну, в какой-то степени нам где-то страшно, да, где-то мы опасаемся, возможно, повтора такой ситуации. И заходить в такую коммуникацию очень непросто. Иногда мы просто оказываемся не готовы удерживать тяжелые чувства, особенно если мы сами не находимся в каком-то ресурсном и стабильном состоянии. И зачастую мы думаем, что у нас сейчас есть один-единственный шанс все сделать максимально хорошо. И действительно это бывает так, да, бывает, что у нас не будет возможности как-то потом еще поговорить с семьей, досказать какие-то слова, выразить сожаления. И поэтому очень важно, как будет проходить эта коммуникация. Вот столько пунктов, да, важных, которые, в принципе, осложняют эту ситуацию, делают ее действительно очень непростой. Мы предлагаем такой пятиступенчатый алгоритм, по которому мы сейчас пройдемся с вами по каждому пункту. При сообщении тяжелых новостей подготовить себя, подготовить пациента, сообщить информацию, далее составить план дальнейших действий и в конце позаботиться о себе. Давайте поподробнее рассмотрим каждый из них. Подготовить себя. Почему это важно? Уже мы с вами, да, проговорили, что чем в более ресурсном состоянии находится сам специалист, тем лучше он сможет выстроить коммуникацию. Иногда врач, который находится с семьей в ситуации постановки тяжелого диагноза или в ситуации гибели ребенка, является единственным, ну, так скажем, сохранным звеном, да, во всей этой ситуации. Родители могут быть в тяжелом психо-эмоциональном состоянии, родственники, сам ребенок, да, если мы говорим о постановке тяжелого диагноза. И, конечно, единственный человек, на кого они могут рассчитывать в этой ситуации, это сам врач, да, который теперь вот эту новую реальность будет выстраивать, будет вводить семью, будет информировать семью, да, и как-то сопровождать. Поэтому чем более вы будете в этой ситуации сохранны, да, и стабильны эмоционально, тем больше возможности эту коммуникацию выстроить правильно, да, и бережно по отношению к семье, по отношению к пациенту. Прежде всего, важно выделить время и место. Есть большая разница, да, выстраиваете вы разговор в коридоре, да, где-то проводите, где вас могут отвлекать, либо это отдельный кабинет или палата, да, и есть возможность создать какие-то бережные условия, постараться, позаботиться, чтобы не было отвлекающих каких-то моментов, да, чтобы было достаточно времени для ответов на вопросы родителей, которые наверняка, да, последуют. И вообще для того, чтобы там те же слова сожаления выразить, да, может быть, где-то дать какую-то дополнительную информацию и просто отреагировать, да, родители. Для этого можно постараться передать какие-то срочные дела на время этой беседы, да, то есть создать время и пространство для вот такого непростого разговора. Можно заранее изучить, подготовить информацию о пациенте и о той ситуации, о которой вы собираетесь сообщать. Это поможет не тратить большое количество времени при возникновении дополнительных вопросов, уточнений и также создаст ощущение, да, такое, ну, вашей включенности, вашего неравнодушия, да, вот ко всей этой ситуации, вашей информированности. Также можно подготовить информационные материалы для родителей, какие-то контакты для дополнительной поддержки, да, это могут быть контакты каких-то организаций, которые могут помочь, это может быть буквально там информация об организации похорон, да, такое тоже бывает очень часто, что родители оказываются в растерянности и идут с этими вопросами к медицинским специалистам, к тем врачам, которые семью сопровождают. И дать вот какие-то контакты, какие-то, может быть, опорные, да, информационные материалы, это очень важно, потому что родители, по сути, оказываются сейчас в неизвестности, очень много новых вольных, может быть, и любая информационная поддержка здесь пригодится. И существуют также различные поддерживающие информационные брошюры, листовки, может быть, это какой-то информационный материал по установленному диагнозу, с которыми родители смогут ознакомиться сразу, да, и опереться на него. То есть все, чем можно дополнительно поддержать родителей. Ну и, собственно, вот о чем мы тоже уже сегодня говорили, это позаботиться о своем стабильном состоянии. Если до этого был какой-то очень тяжелый, напряженный день, и вы чувствуете, что вы сейчас в лучшем состоянии, возможно, стоит немного этот разговор отложить, либо прибегнуть к каким-то экстренным техникам, которые помогут вам немножко стабилизироваться. Об этом тоже сегодня в следующем докладе мы как раз и поговорим, о том, как можно себе в моменте быстро помочь себя стабилизировать. Следующий пункт касается подготовки пациента. Очень важно, если вы ранее не знакомы, да, с родителями представиться и удостовериться, что есть контакт, да, с родителями, что у вас установлен зрительный контакт, что вы находитесь на одном уровне визуальном. Здесь такие правила действуют, как и с детьми, да, когда психологи рекомендуют опускаться на уровень ребенка зрительный, присесть или сесть на стул, чтобы глаза были на одном уровне, и вы могли этот зрительный контакт устанавливать и поддерживать. Здесь все будут такие же правила. И использовать можно какие-то подготовительные фразы, например, нам предстоит трудный разговор, или у меня для вас плохие новости. Можно какую-то другую фразу, которая будет вам комфортно, вам будет ее произносить, ну, которая как бы предваряет беседу. На эмоциональном уровне мы очень считываем интонации, да, не только слова, мы можем еще не произнести какой-то фразы, но на самом деле эмоционально человек уже понимает примерно, да, что ему хотят сказать. Он как бы настраивается на этот тяжелый разговор и многими мобилизуется. Поэтому вот такая подготовительная фраза, она в данном случае будет уместна. Важно также учитывать обстоятельства вот такой беседы, да, чтобы человек, который узнает тяжелые новости, тоже был как минимум одет, да, находился тоже в каком-то комфортном положении. Особенно это касается, например, ну, вот в опыте специалистов нашего фонда, да, когда мама, например, во время беременности узнает, что ребенок интроутробно погиб или происходит гибель ребенка сразу после родов, да, и маме об этом сообщают в тот момент, когда она сама находится там на гинекологическом прессе, да, и на площадке. Вот такие как бы нюансы вроде бы, мелочи, но на самом деле это может быть для человека очень-очень важно. И в конце разговора очень важно позаботиться о том, чтобы пациент не оставался один. Можно спросить, есть ли кто-то, кто может к вам приехать, да, или может быть кто-то вас ожидает, кому мы можем позвонить, да, и обратиться, чтобы вас сопроводили, потому что мы не знаем, как человек будет реагировать, да, насколько сильная будет его национальная реакция, возможно, ему понадобится помощь, и об этом тоже стоит заранее позаботиться. И следующий пункт – это непосредственно сообщение информации. Здесь приведена фраза из австралийского руководства по оказанию периментальной помощи, и здесь мне очень нравится фраза о том, что медицинские работники не могут снять эмоциональную боль и стресс родителей, но общаясь в чуткой сострадательной манере, они могут обеспечить комфорт, и что очень важно – избежать дополнительного стресса. Это то, как раз о чем мы вначале говорили. Такая простая, казалось бы, формула, которая предлагается, формула качественного оказания качественного ухода – это сумма двух слагаемых непосредственно компетенций нас, как специалистов, и нашего сострадательного компонента. Что же в них может быть включено? Компетентность наша, как специалиста, – это непосредственно сообщение фактов на понятном, доступном языке, то, как мы можем перевести какие-то сложные формулировки медицинские, фразы, понятные родителям, понятные нашим пациентам, то, как мы можем останавливаться в беседе для того, чтобы родители смогли сформулировать свой вопрос, а иногда нам нужно помочь сформулировать вопрос. Например, что для вас сейчас самое сложное? Не всегда родители в шоковом состоянии могут даже сформулировать собственные потребности или вопросы. Иногда мы спрашиваем, все понятно, все понятно, за дверь выходим, ничего не понятно. То есть в шоковом состоянии иногда сложно даже понять, что есть вопрос. Иногда пациенты говорят, мне даже не оказали такую-то помощь, мне не предложили воды или еще что-то. И врачи говорят, мы бы обязательно предложили, надо просто попросить, то есть нет проблем. Бросите воды, мы, конечно, находим возможность, даем воды. Но правда в том, что в таком шоковом состоянии пациент даже иногда не может понять своего потребности, что вот эту воду ему сейчас нужно попросить. И очень важно планировать будущие шаги, информировать о всех грядущих медицинских манипуляциях, мероприятиях, каких-то обследованиях и так далее. То есть здесь родители оказываются в совершенно зачастую непредсказуемой обстановке новой реальности. И поэтому все, что мы можем спланировать, информацию, какую мы можем дать об этой новой реальности, конечно, необходимо предоставить. И предоставлять возможные варианты выбора, использовать какие-то примеры. Например, другим родителям помогло то-то, то-то. Вы можете выбрать из этих двух вариантов. То есть если такой выбор возможен, обязательно родителей к нему привлекать и рассказывать о том, о последствиях того или иного выбора, чтобы этот выбор был информирован. И сострадательный компонент – это тот эмоциональный пласт, который сопровождает уход. Это тот эмоциональный отклик, который мы даем, та эмпатия, которую мы проявляем к семье и к пациенту, уважение чувств наших пациентов и признание права на те чувства, которые они сейчас испытывают. Иногда это очень тяжелые, иногда это неприятные чувства. Это может быть агрессия, это может быть обида. И тем не менее, они имеют право чувствовать то, что чувствуют. Это наше умение слушать пациента и слушать и слышать, что за возражение, например, говорит пациент, или какую особенную потребность он проявляет. проявлять внимание к этим потребностям и желаниям. И вот такими вопросами иногда провоцировать обсуждение, приглашать к обсуждению, приглашать к беседе. Что для вас сейчас самое трудное, что сейчас самое тревожное. Может ли кто-то к вам приехать. То есть обозначать, приглашать к разговору. И проявлять, конечно, внимание к своим собственным чувствам. Чем больше мы ориентируемся в собственных чувствах, тем больше мы можем понимать своих собеседников. Здесь представлены слова, которые я предлагаю буквально полминутки почитать и примерить их к себе. И подумать, что из этого у вас уже есть и что вы используете в поддержке своих пациентов, в своей ежедневной практике. Я уверена, что очень много из этого у вас уже есть. Это как раз компоненты качественного ухода, которые мы можем предлагать нашим пациентам. В ситуации сообщения тяжелых новостей непременно пациент оказывается в стрессе. Это новая тяжелая ситуация, это изменение привычной реальности. И, конечно, мы столкнемся с некоторыми особенностями коммуникации при стрессе. Это и некая раскованность, и расторможенность. Это искажение восприятия. Как раз все понятно, за дверь выходим, ничего не понятно. Очень сложно проанализировать информацию, которая поступает. Трудно сконцентрировать внимание. Сложнее запоминать, например, рекомендации врача. И трудно как раз, о чем мы уже говорили, выражать свои мысли, чувства, переживания, потребности, формулировать вопросы. И в этом обязательно нужно пациентам помогать. Это, конечно, обусловлено такими нормальными, нормативными реакциями на стресс, как адреналиновая, норадреналиновая и кортизоловая реакция. Бей-беги, знаменитый, изомри. И здесь мы будем видеть, возможно, вот такие проявления, такие реакции, которые будут влиять на коммуникацию при стрессе. И несмотря на то, что может физической потери не произойти у наших пациентов, то есть, например, если мы говорим не о гибели ребенка, но о постановке тяжелого диагноза, то здесь будет потеря здоровья, да, и здесь будет большой пласт символических потерь, когда мы теряем субъективный образ здорового ребенка, возможного выздоровления, да, и сталкиваемся вот с символическими потерями наших надежд на излечения, например, да, или о какой-то картинке будущего, которое представляли родители. И поэтому в том числе мы можем прослеживать проявление стадий угревания. В данном случае знаменитая, 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 знаменитая стадия или забитки углероз, который мы можем в момент сообщения тяжелой новости отследить, да, как череду реакций. В основном это будут первые три, да, это может быть отрицание, как шоковая реакция, нет, это не со мной, вы что-то напутали, перепроверьте анализы, это должно быть ошибкой, еще вчера все было хорошо, да, то есть какие-то фразы, которые говорят о том, что родитель не готов верить, не готов принимать новую реальность. И здесь очень важно спокойно где-то, может быть, повторить простыми фразами, да, перепроверить, если это необходимо, позвать другого специалиста, который подтвердит ваши слова, например, да. И это не про то, что человек сомневается в вашей компетентности, как врача, а про то, что происходит нормальная реакция, да, нормальное такое естественное прохождение в этой стадии отрицания. Далее может быть реакция как раз агрессии, да, когда человек ищет виноватого, обвиняет, да, это врачи виноваты, или я виновата сама, да, то есть чувство вины, как обратная реакция агрессии, но направленная на себя. Это я виновата, я что-то сделала не так, я доглядела. И реакция торга, когда происходит перечисление возможных вариантов другого исхода, да, если бы, или а зато, да, каких-то там, а зато не мучился долго, то есть происходит поиск других возможностей, других, скажем так, вариантов, да, исхода. И дальнейшая, да, уже вот стадия депрессии, это уже более отсроченно мы можем наблюдать, когда уже родители входят, ну, скажем так, в активное варианте. Здесь приведены, скажем так, наиболее важные фразы, которыми мы можем пациентов поддерживать. Это непосредственно купирование чувства вины. Очень часто, даже несмотря на то, что объективно родители ничего не могли сделать, все равно вот это чувство вины, оно звучит, да, и оно бывает иногда очень нерационально, то есть, ну, мы все понимаем, что точно нельзя было ничего сделать, да, но тем не менее родители все равно озвучивают, что мы где-то не доглядели, мы что-то там не сделали, да, и очень важно подтверждать, что вы сделали все возможное, случившимся нет вашей вины, и это было непредотеративное событие, что вам оказывают, да, окажут всю возможную помощь. Просто подтверждать, что вы видите, что им сейчас очень трудно, да, что это действительно очень непроста, очень трудная ситуация. И такой простой и очень важный открытый вопрос, который приглашает как раз к обсуждению потребностей пациента, что я могу для вас сделать, да, это про то, что я здесь про вас, я здесь для вас, я вас слышу. А на этом слайде приведены, наоборот, фразы, которые мамы нам спустя даже много-много лет после потери ребенка рассказывают, да, вот как наиболее такие раннейшие, наверное, фразы, как фразы, которые могут где-то обесценить горе, да, что бывают ситуации тяжелее, или, ну, у вас уже есть старшие дети, да, а мама сейчас горит по этому ребенку, а не по каким-то другим. И ее не утешает тот факт, что у нее еще есть, например, двое детей здоровых. Вы молоды, родите еще, это вот особенно актуально при гибели детей в младенчестве, или во время беременности, во время родов. Успокойтесь, не плачьте, да, то есть все реакции, которые, все фразы, которые, ну, как бы обесценивают горе, либо запрещают горевать, запрещают выражать эмоции. Поэтому их, конечно, лучше избегать и лучше не использовать. Следующий пункт, мы подходим к завершению, это составление плана дальнейших действий. Уже про это довольно много говорили. Важно это, еще раз, да, повторяю, просто потому, что реальность новая и непредсказуемая. Часто родители не понимают, что их ожидает в ближайшее время, в ближайший день, два, как эту реальность новую простроить. Поэтому максимальная информация о диагнозе, может быть, какая-то статистика, если возможно, какой-то прогноз, понятно, что чаще всего он не конкретный, и тогда мы говорим о каком-то коридоре возможностей. То есть, что может родители ждать от до, да, чтобы они в этом коридоре начинали ориентироваться, вообще на что они могут рассчитывать в этой ситуации. обозначать, какие решения необходимо принять в той или иной ситуации, информировать об последствиях того или иного выбора, да, того или иного решения, и обсуждать дальнейшие шаги и различные мероприятия, медицинские манипуляции и так далее. И в завершении такого непростого, тяжелого разговора очень важно позаботиться о себе, вернуть себе ресурсы, вернуть себе стабильное эмоциональное состояние. Начиная от элементарных пунктов, как соблюдение режима сна, отдыха, питания, да, это также работа с собственным стрессом. На следующем докладе более подробно как раз поговорим о конкретных инструментах, конкретных техниках, которые вам могут помочь. Иногда такие непростые разговоры нас очень дестабилизируют, потому что, ну, как будто бы, особенно, да, когда мы говорим о каких-то вот ситуациях гибели, ухода ребенка из жизни или постановки тяжелого диагноза, ну, вот что мы можем сделать? И в тяжелой ситуации мы ничем не можем помочь. Но на самом деле можно фокусироваться на том, что можно сделать в этой ситуации. Да, я не могу ее изменить, эту ситуацию, но чем я могу помочь? Где-то мы можем найти поддержку среди своих коллег, разделять ответственность при принятии тяжелых решений, взращивать культуру вообще поддержки внутри коллектива, хвалить друг друга, хвалить себя за небольшие победы, за какие-то дела просто, которые вы делаете ежедневно, и ту помощь, которая ежедневно оказывается семьям, да, вот это уже замечать и в себе, и в коллегах, и превратить это в ежедневную практику. И, конечно, искать помощь и поддержки при необходимости у специалистов в фонде «Светлые руки» бесплатно оказывается психологическая помощь медицинским специалистам так же, как и семьям. И к этой помощи, да, тоже можно прибегать, если есть такая необходимость. И опираться на те смыслы и ценности, которые вас привели в эту работу, это действительно очень надежная поддержка в такие очень-очень непростые моменты. В нашем фонде также есть информационные материалы, которые можно использовать для работы с родителями. Это и для информирования родителей, есть брошюра «Потеря малыша», малыша, в которой много очень полезной информации для родителей, особенно вот в первый период после гибели ребенка, да, когда нужно вот какие-то такие опоры найти. И информационные материалы для самих врачей. Вот, например, по данному докладу есть листовка сообщений тяжелых новостей, где вкратце пункты представлены, можно их в памяти освежительно и опираться на эту информацию. И здесь представлены формы работы, формы поддержки медицинских специалистов, помимо образовательных курсов, это также группы поддержки, сейчас они проходят в онлайн-формате для сотрудников медучреждений, и индивидуальная психологическая поддержка, также возможна в формате онлайн. И здесь представлены некоторые направления работы с семьями, которыми тоже можно направлять семьи для получения психологической поддержки индивидуальной и групповой формате, и также информационная поддержка на сайте есть брошюр, и можно их заказать в печатном варианте для своего медицинского учреждения. Продолжение следует...